Приветствую, друзья! С вами Юрий Петров, и я рассказываю, как я выбрал у Эстонской Федерации Практической Стрельбы, ППУ, суд по непредставлению мне права на участие в чемпионате Европы в Сербии в 2019 году. Это может быть интересно каждому из вас, поскольку правление предпринимает активные действия, направленные на то, чтобы ущемить права спортсменов, подчинить их своей воле и исключить возможность каких-либо споров, какого-либо оспаривания действий правления. Также я сегодня расскажу, во сколько обойдется правление, а в конечном итоге нам с вами, стрелкам эстонского региона, некомпетентная и злонамеренная деятельность Януса Вирла, Армина Месета, Евгения Травина и других членов правления, которые своевольно, без каких-либо серьезных причин отказали мне в участии в чемпионате Европы. 29 января 2021 года, после более чем полуторагодичного ожидания, я получил ответ от суда. Суд удовлетворил мой иск. Хочу поблагодарить судью, которая вынесла справедливое решение. А теперь подробности. Пункт 1. Решение. Удовлетворить требования. Пункт 2. Суд установил, что эстонская ассоциация практической стрельбы нарушила свои обязательства перед Юрием Петровым. И выделила Юрию Петрову место в дивизионе продакшн оптик на чемпионате Европы в Сербии. Пункт 3. Расходы возложить на эстонскую федерацию практической стрельбы. Стоимость диска 3,5 тысячи евро. Как вы помните, клуб Альфа уже выиграл суд о своем незаконном исключении и сумма составила более 4 тысяч евро. И, наконец, суд определяет финансовую сумму процессуальных издержек, подлежащих компенсации, в соответствии с процедурой параграфа 177.2. А теперь, каким образом судья пришла к выводу о том, что деятельность и решение ФИПРЮ было незаконным? Судья говорит, ответчик является членом Международной Федерации Практической Стрельбы или IPC. И представителем эстонского региона ВПСЦ. Ответчик выдает лицензии стрелкам, ведет список безопасных стрелков и объединяет юридические лица, то есть клубы, в которых состоят стрелки. Также членом ответчика является клуб Альфа, между которым и IPLU установлены договорные отношения. Также членом ответчика является клуб Альфа. И судья делает вывод, что между эстцом и ответчиком и IPLU установлены договорные отношения. И эти договорные отношения заключены путем выдачи стрелку лицензии. Также судья обращает внимание, что лицензия предполагает и другие обязательства, такие как членские взносы и прочие расходы, связанные с участием спортивных мероприятий. Судья говорит, что в 2018 году стрелок принял участие в квалификационных соревнованиях «Таллинн Опен» и «Эстония Опен». И на основании результата получил право участвовать в чемпионате Европы. Эти соревнования проводились с одобрением Совета Ответчика, то есть правления IPLU. Иначе бы они не попали в международный рейтинг IPC. 8 февраля 2019 года Ответчик объявил, что Эстония выиграла 27 мест на чемпионате Европы по пистолету 2019 года. И что желающие могут принять участие, а для этого они должны зарегистрироваться в информационной системе esipsc.ee и уплатить членский взнос. Истец вовремя оплатил членский взнос и зарегистрировался в системе. Но вопреки этому IPLU мне слот не предоставил. 14.03.2019 года IPLU сообщило, что Эстонии удалось получить 8 дополнительных мест. Но никаких дополнительных мест из ЦУ не было предоставлено. Спортсмены-стрелки не были проинформированы о том, что спортсмены, участвующие в квалификационных соревнованиях в дивизионе производственной оптики, не могут участвовать в международных соревнованиях. То есть до проведения квалификационных матчей никто не уведомил ни меня, ни одну или никого еще о том, что дивизион продакшн оптик нелегитимен. Более того, Хан Урэнен, например, очень уважаемый стрелок, принимал участие в одном из соревнований и получил первое место. Были выданы дипломы, медали. Таким образом суд считает, что соревнования были проведены и никаких ограничений для продакшн оптик не было. Почему я на это обращаю ваше внимание? Потому что Яну Свирла и его представитель Рейн Лайд, адвокат компании Ханса Лоу, неоднократно в суде говорил о том, что дивизион продакшн оптик является тестовым и поэтому на чемпионате Европы он даже не рассматривался. Тем не менее, те, кто из вас был на чемпионате Европы, а я там тоже был в качестве зрителя, знают, что весьма уважаемые стрелки, чемпионы прошлой Европы участвовали в этой дивизионе и получили свои заслуженные места. Тем не менее, даже через полгода после проведения чемпионата Европы правление продолжало брать суду о том, что этот дивизион не состоялся. Все это есть в протоколе судебного заседания. Далее судья говорит, что согласно принципам, согласованным на собрании по распределению мест 22.01.2019, оставшиеся места от формирования команд должны были стать доступными лучшим представителям дивизионов в первую очередь. Ответчик должен был выделить заявителю место, то есть мне, поскольку заявитель был лучшим цветком в продакшн оптик. Обязательство возникает из соглашения, заключенного между стонаранами, членства ответчика и закона. Не распределяя место, ответчик нарушил принцип равного обращения, обращаясь с истцом, не предоставив мне места, ответчик ссылался на национальный признак, чтобы оправдать свои действия. Суд с этим не согласен. Также судья говорит о том, что ответчик обязан соблюдать установленные им правила при распределении места международных соревнований, а не предоставлять эти места произвольно. Тем не менее, многократно представители ИПЛЮ и сами члены правления ИПЛЮ говорили о том, что они генино-властно принимают решение о том, кому какое место достанется. Так вот, это ложь. Вы это, как стрелки, прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете, как места распределялись все эти годы. Тем не менее, Янус Верла позволил себе узурпировать право распределять места и решил раздавать их, как желает его душа. Теперь еще один важный момент. Исторически уже много лет членами ИПЛЮ являются клубы. Но на самом деле, если вспомнить историю и посмотреть разные версии устава ИПЛЮ, то вы узнаете, что когда-то стрелки были членами ИПЛЮ. Я думаю, что в силу определенных политических причин было принято решение исключить всех стрелков и сделать членами ИПЛЮ клубы. И это решение было не в пользу спортсменов. Сейчас ИПЛЮ ссылается на то, что никто не может судиться с ним, кроме клубов. Поэтому мы, спортсмены, не можем защищать свои права. Но суд решил, что поскольку у меня спортсмена, у вас спортсмен, есть лицензии спортсменов, и эти лицензии выдает ИПЛЮ, между ИПЛЮ и нами есть договорные отношения. И в рамках этих договорных отношений мы можем требовать защитить наши права и удовлетворять наши требования. А теперь вопрос. Почему, после того, как я подал в суд, правление исключило меня из списка безопасных стрелков? По одной простой причине. Правление подсказали, видимо, опытные люди, такие как адвокат Рейнлайд. И возможно предполагать, что Алан Бин, который является судьей Хаппского суда, и до сих пор голосует от одного из клубов за незаконные решения, такие как исключение клуба Альфа. Эти люди подсказали, вероятно, Яну Субирова, что исключив меня, они получат защиту таким образом, потому что не будучи членом ассоциации, я не могу подать к ним иск. Но суд считает по-другому. Суд считает, что у нас есть договорные отношения, и своевольно одна из сторон эти отношения не может разорвать. Поэтому суд в итоге мой иск не удовлетворил. Далее суд говорит очень важную фразу. Поскольку в протоколе рабочей группы от 22 января 2019 года не указано, в каких подразделениях дивизионов лучшие места будут отведены лучшим командам, по мнению суда, разумному человеку понятно, что оставшиеся места достанутся лучшим и будут разделены среди лучших из всех категорий дивизионов. Но, видимо, Яну Смирла не относится к числу разумных людей, либо он достаточно разумен, но тем не менее считает, что его воля стоит над нашими правами. И, в частности, над правами конкретно меня. Итак, как вы понимаете, друзья, все равны, но некоторые равнее. И вот эту практику артикует Яна Смирла и его коллеги в правлении ИТЛИ. Суд говорит, согласно протоколу, предоставленному в суд, а также сертификатах о награждении матча, ИСТЕК занял первое место в продакшн-опте на матче Таллинг-Опен-2018 и третье место в том же дивизионе на Эстониум-Опен-2018. Таким образом, согласно данным по системе ПЛЮ, являлся лучшим по региону ИСТОРИК. Судя по электронным письмам ответчика от 20.02.2019 и 14.03.2019, Эстония получила 35 мест, 27 плюс 8, итого 35 слотов для спортсменов, которые могли участвовать в чемпионате Европы. 26 были распределены между командами, 9 осталось свободным. И согласно письма от 20.02.2019, одним из тех, кто получил эти индивидуальные слоты, был Павел Тачилин в дивизионе револьвера. Я в данный момент не хочу обсуждать или как-то уменьшать достоинства Павла Тачилина. Он за эти годы неплохо научился стрелять из револьвера, но тем не менее разницы с точки зрения статистики между нами нет. И суд тоже считает, что если стрелку в револьвере единственному, который вообще принимал участие в отличие от продакши ногти, в дивизионе револьвера был предоставлен слот для участия в чемпионате Европы, то, соответственно, и стрелок, и лучший в продакши ногти, имел равные с ним права. Но, как говорит Яну Сливу и его друзья, мы не трогаем револьвер, мы не обсуждаем Павла Тачилина, а адвокат, который был в суде, говорил, что револьвер это особый дивизион, и к нему применяются некие особые правила. Да, я согласен с тем, что клубы ТПСЦ и Павла Тачилина применяются действительно некие особые правила, независимо от презентаторов, независимо от количества стрелков, участвовавших в соревнованиях. Павел Тачилин всегда получает слот. Я думаю, за это он может, конечно, сказать спасибо Дмитрию Удросу. Потому что благодаря влиянию МИКа Удроса у клуба ТПСЦ есть некие особенные возможности. С другой стороны, я сам обращался к УПЛЮ, писал эти письма и говорил о том, что они были, стоит предоставить слот, потому что у них с большим перспективой занять призовое место на чемпионате в Сербии. И это подтвердилось. Анна получила бронзу, потому что поехала вопреки воле правления сама. И в этом вопросе Дмитрий Удрос ее не поддержал. Поэтому мы видим, что на лицо есть особые условия для одних стрелков и какие-то иные условия для всех остальных. Особенно для тех, кто выражает свое несогласие, кто критикует правление, кто указывает на проблемы с безопасностью, кто говорит о том, что у нас есть РМ, лишенный разрешения на оружие за вождение на безвом виде, такие неудобные, и им будут чинить препятствия для того, чтобы они молчали и для того, чтобы они не могли участвовать в соревнованиях. Вот политика правления. Если вы с ней согласны, давайте оставим все как есть. Это будет борьба единиц против системы. Если вам такая политика не нравится, голосуйте, требуйте от своих клубов, чтобы они голосовали против решения правления, и чтобы они требовали переизбрать правление досрочно. Такие люди, как Яну Свирла, Евгений Кравин, Армин Месяк, своей ложкой продемонстрировали, что они не интересуются развитием спорта, их не интересуют права и интересы стрелков, главное сохранить статус кво. И в чем особенности этого статуса, какие возможности Яну Свирла и его коллеги получают от того, что занимают должности в правлении региона, вы еще от меня узнаете. А сейчас вернемся к решению суда. По мнению суда, ответчик не имел права в одностороннем порядке изменять или дополнять условия до пуска конкурсу на распределение слотов. Таким образом, решение коллеги-ответчика 19.03.2019 о распределении мест не имеет силы. Если даже истец не соответствует требованиям, установленным в параграфе 8 закона о спорте для участия в международных и титульных соревнованиях, это не влияет на содержание правовых отношений между стрелком и пылом. В письме правления от 8 февраля 2019 не было указано, что эстонское гражданство является критерием участия и отбора для соревнований на чемпионате Европы. Более того, хотя это требование, ответчик, адвокат УПЛЮ пытался представить суду как основание великое решение, мы знаем, что в чемпионате Европы от Эстонии участвовали не граждане Эстонии, и участвовали лица, умевшие российское гражданство и летнодельство в Эстонии. Это еще раз подчеркивает, что для того, чтобы участвовать в соревнованиях, надо просто не спорить с правлением, не выражать свое отношение к каким-то беспокоящим стрелком, фактом и просто молчать. И тогда у этих людей не будет никаких проблем. И правление не будет им чинить препятствия до тех пор, пока неудобно. Итак, пункт 23. Суд удовлетворяет иск и считает, что ответчик нарушил обязанности выделить заявителю, то есть мне, место на чемпионате Европы. А теперь я обращу ваше внимание еще на один факт. Вы, наверное, читали статью, которую опубликовал, кажется, не то сам, о том, что есть некая пятая колонна, есть некие подозрительные клубы и распространял там клевету. За этой клеветой также стоит правление. И я это в свое время вам продемонстрирую и докажу. И как я говорил в своих предыдущих видео, если Яну Свирла и другие члены правления хотят оспорить мое мнение, если они думают, что я говорю неправду, ну, обратитесь в суд, скажите о том, что я кого-то обманываю, о том, что я клющу. До сих пор ни одного встречного риска отправления не поступило. Таким образом, ущерб, который правление нанесет региону, будет, я думаю, измеряться, ну, минимум, 25 тысячами евро, а может быть, даже большими суммами. Потому что сейчас правление повторно исключило клуб Альфа. И с учетом того, что уже есть решение суда о восстановлении клуба, и этот иск, который подал клуб Альфа, правление проиграет. Таким образом, первым 4 тысячам с копейками евро добавятся еще 4 тысячи евро. Есть мой иск 3,5 тысячи евро. И есть иск клуба Тубган. Несмотря на то, что уважаемый судья Альфского суда Алан Биггин говорил на заседании правления, что, по его мнению, Тубган никогда и не был в составе IPC. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это еще одна ложь, которую распространяют люди, имеющие непосредственное отношение к правлению региона. И раз уж в статье, которая была опубликована, речь зашла о пятой колонии, то я вам объясню, какое пятая колония к выставанию имеет отношение к IPC. Пятая колония, она в головах. Пятая колония – это желание подчинить своему мнению других. Это желание ущемлять права других. Сейчас вы можете видеть в средствах массовой информации, что происходит в России. Люди не могут высказывать свои мнения безопасно. Протесты, выход на улицу, демонстрации мирные жестоко подавляются силами, которые должны обеспечивать право порядка. И вот это дурное влияние нравится некоторым нашим членам и БУЮ, и членам правления, которые думают, что они точно так же могут подчинить своей воле всех стрелков. И я прошу вас, занимайте активную позицию. Давайте положим конец вот тому беспределу, который устраивает Янус Герва. И я прошу Виталию Ключино вмешаться в эту ситуацию, потому что введя нормы, связанные с эстонским языком в правила региона, Янус Герва нарушил правила IPC. Янус Герва злоупотребляет властью. Да, возможно, она досталась ему демократическим путем, но это не отменяет того, что он принимает незаконные решения, которые диспредитирует IPC. Поэтому я буду надеяться, что воля международного IPC все-таки проявит себя, и IPC не будет ожидать других судебных решений и остановит этот беспредел. Оставайтесь с нами. Если вы со мной не согласны, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Если вы со мной согласны, найдите смелость, прокомментируйте, сделайте репост этого видео. И я надеюсь, что российское IPC тоже отреагирует на мое видео, потому что в данном случае речь идет об ущемлении прав спортсменов, на каком бы они языке ни говорили. Тем не менее, наши инструктора, судьи, стрелки принимали участие в соревнованиях и в России, и в других странах мира. И это дело становится международным. Это не вопрос одного отдельно взятого региона, эстонского региона. Это ущерб для им же IPC во всем мире. Подписывайтесь на мой канал и ждите новых разоблачений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!